Здравствуйте друзья, в этом видео мы с вами рассмотрим контроллер для умного дома JetHub H1. Герой обзора это устройство все в одном, по сути готовый сервер с интегрированным ZigBee модулем, на котором можно развернуть полноценную систему управления умным домом. Он способен заменить например Raspberry Pi с ZigBee USB стиков. Один из вариантов такого применения устройства, а именно установку операционной системы Armbian Focal, Supervised Home Assistant и ZigBee 2MQTT, я и покажу в этом уроке. Модель JetHome JetHub H1, процессор Amlogic S905V 1.2 ГГц, оперативная память 1 ГБ DDR3, хранилище EMMC 16 ГБ, сетевые интерфейсы Ethernet 100 Мбит в секунду, модуль Realtek RTL8822CS с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.0. Модуль TiCC2652P1 с выходной мощностью до 20 dBm и поддержкой стандарта ZigBee 3.0. Внешние интерфейсы, поддержка карт microSD, 2 USB 2.0, сериал консоль выведена на разъем питания microUSB, размеры 100 на 97 на 20 мм. Поставляется устройство в картонной коробке светло-зеленого цвета. На верхней крышке указан тип устройства, контроллер JetHome JetHub, но без указания модели. Модель можно увидеть на наклейке сбоку, в моем случае это H1 с хранилищем на 16 ГБ, есть еще версия на 8 ГБ и ZigBee модулем CC2652P1. Упаковка добротна, устройство защищено со всех сторон. Мне посылка доехала примерно за неделю, все в целости и сохранности. Вот что нашлось в комплекте поставки. Уточню еще один момент, что это самодостаточный набор, ничего дополнительно докупать не нужно. Единственное, в момент записи образа операционки понадобится скрепка, типа той что для сим лотка смартфона. Собственно сам контроллер и съемная антенна для беспроводного модуля. Мощный блок питания на 13 Ватт и кабель USB microUSB. Рекомендуется использовать или его, или не менее мощную многопортовую USB станцию. Кабель USB A Papa Papa, нужен для записи образа операционной системы. Производитель подумал и об этом, так что искать в последний момент такой кабель не придется. Внешне устройство напоминает TV приставку или Android Box. В принципе по аппаратной части они похожи, только у героя обзора есть дополнительный интерфейс ZigBee 3.0. Также отличие можно заметить в отсутствии HDMI порта. Сзади тут есть разъем microUSB, используемый для питания и подключения консоли. Отверстие для кнопки boot, она нужна в момент записи образа операционной системы. И Ethernet для сетевого подключения. Сбоку имеется два USB разъема, причем тот что справа, первый и он используется в том числе, для заливки образа операционной системы. Между ними находится картридер для microSD карты. Верхняя крышка держится на защелках и довольно легко снимается. Тут надо быть аккуратным, потому что на ней закреплены антенны беспроводного модуля. Монтаж элементов очень аккуратный и качественный. ZigBee модуль уже установлен на материнской плате, покупать отдельно USB ZigBee Stick необходимости нет. Подключаем антенну и можно приступать к записи операционки и установке системы управления умным домом. Хочу отдельно отметить отличное качество документации по устройству, доступное на вики странице проекта. Все ссылки и используемые команды вы найдете в описании под видео. Прошивка, точнее запись образа системы проводится при помощи программы Amlogic Barning 2. Актуальную версию образа нужно скачать с официального GitHub JetHome для этой модели с суффиксом J80. Идем в раздел релиз. Качаем образ, на данный момент это Armbian Focal на базе Ubuntu 5.9.16. Он весит чуть более 300 мегабайт. Пока он качается, нам еще нужна программа для его записи Amlogic Barning Tool. Качаем и устанавливаем ее. Запись осуществляется через USB 1. Напомню, он находится справа от разъема для microSD карты. Сам же образ нужно после загрузки распаковать, его объем будет более гигабайта. Запускаем Amlogic Barning Tool, подключаем комплектный кабель папа папа к USB 1 контроллера, скрепкой нажимаем кнопку boot на задней стороне и удерживая ее, подключаем к компьютеру, после чего ее можно отпустить. Amlogic Barning Tool обнаруживает и подключается к контроллеру. Указываем пульт к распакованному файлу прошивки. Образ сначала проверяется на целостность. После проверки нажимаем старт. Запись может занять довольно продолжительное время. После сообщения о успешной записи нажимаем стоп и закрываем программу. После этого отключаем контроллер от компьютера, подсоединяем сетевой и кабель питания. Через пару минут в карте сети роутера ищем новое устройство. На примере, контроллеру выдан адрес 192.168.0.211. Подключаемся по SSH, я использую удобный клиент пати. Логин пароль по умолчанию для армбян root1234. Вводим новый пароль для учетной записи root. Система определяет местоположение и предлагает выбрать соответствующую локаль. Далее откроется диалог создания нового пользователя, вводим имя. Создаем и подтверждаем пароль для новой учетной записи. Остальные пункты не обязательны для заполнения. Переключаемся на нового пользователя. Обновляем список пакетов. Теперь обновляем сами пакеты. Далее устанавливаем докер. Добавляем текущего пользователя в группу докер. Ставим список необходимых для работы Home Assistant пакетов. Проверяем актуальную версию osagent на дату урока 1.2.2. Нам нужна версия с суффиксом arc64. Качаем ее. Проверяем появился ли скачанный файл. Устанавливаем его. Качаем установочный файл Home Assistant. Проверяем. Устанавливаем. Выбираем Android C2. Подготовка к запуску веб сервера может занять несколько минут, после чего по адресу контроллера появится вот такая парковочная страница. Ждем завершения установки. Создаем новую учетную запись, она будет иметь права администратора. Это можно настроить позже. В сбор статистики лучше отметить данные анонимны. Supervised Home Assistant установлен. Это сообщение связано с тем, что установленная операционка не входит в число официально поддерживаемых, но по факту оно ни на что совершенно не влияет. В этом меню можно поменять IP адрес. Я предпочитаю фиксированный статический в примере 192.168.0.55. Соединение отваливается. Теперь нужно подключиться по новому адресу. В меню профиля включаем расширенный режим. Для редактирования текстовых файлов рекомендую простой и удобный файл менеджер. Перейдем к установке zigbee2mqtt. Для начала нам нужно поставить mqtt broker. Запускаем. В разделе магазин добавляем репозиторий zigbee2mqtt. Устанавливаем. Теперь идем в настройки конфигурации. Для JetHub H1 необходимо изменить порт на IML2. Уровень логирования я предпочитаю на уровне информационных сообщений, так наглядней. PanID. Если у вас это единственный экземпляр zigbee2mqtt, менять необязательно. Но у меня он уже занят, поэтому я ставлю другой. Эта настройка выведет в интерфейс время последнего отклика от устройства. Сохраняем. Запускаем. Первый запуск может занять несколько минут. Если все прошло успешно, запустится в веб интерфейс интеграции. Прошивка координатора от 18 февраля 2021 года. Пробуем подключить что-нибудь. Я возьму zigbee розетку с энергомониторингом из экосистемы Tuya Smart. И конечное устройство кнопку окара. Все определилось и работает корректно. Осталось подключить устройство к Home Assistant. Для этого нужна стандартная интеграция MQTT. Она кстати появилась автоматически. Оба устройства и розетка, и кнопка. Параметр восстановления состояния скрыт. Его можно активировать. Кнопка. Тут скрыто время последнего отклика качества сигнала и напряжения на батарейке. Новые устройства появились в интерфейсе. Несомненным плюсом героя обзора является то, что за относительно невысокую стоимость получается устройство, объединяющее в себе и сервер управления умным домом, и zigbee координатор. Кроме zigbee имеется еще Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Кроме этого комплект поставки достаточен для установки и работы Home Assistant. Для большинства домашних инсталляций ресурсов будет достаточно, а ничего дополнительно покупать не надо. В некоторых случаях, особенно когда есть необходимость в решении ресурсоемких задач, установке тяжелых дополнений, возможности контроллера, в частности оперативной памяти и хранилища, может не хватать. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую различную информацию по тематике умного дома, подключайтесь, будет интересно. Ссылку на него, а также на каталог устройств умного дома вы найдете в описании. Там же вы сможете поддержать мой канал подписавшись на меня на сервисе Patreon. Спасибо за внимание, до новых встреч!